Здравствуйте, дорогие зрители. Вновь с вами программа о новостях со съемочных площадок. Сегодня мы обойдемся без Мексики, а сосредоточимся на телепродукции других стран Латинской Америки. Начнем с Чили. В октябре в чилийском канале TVN в 3 часа дня начинает показ новой теленовеллы в жанре остросюжетной мелодрамы «Возвращение» или «Регрессор». Новелла рассказывает историю Фатимы Массара, Алехандра Фальсаба, сеньоры из высшего общества, любящие жены и матери двоих детей и хозяйки текстильной империи в квартале Патроната, жизнь которой меняется самым фатальным образом в результате случая. Узнав о неверности своего мужа Диего Иван Альварес де Арая, Фатима решает лично встретиться для разговора с его любовницей. Но к моменту прихода Фатимы на место назначенной встречи любовница Диего была убита. Обвиненная в убийстве, которого не совершала, Фатима проводит 10 лет в тюремном заключении, оторванной от семьи и тщетно взывающей правосудие. Когда Фатима выходит на свободу, она мечтает наверстать потерянное время, поскорее вернуться в родной дом к семье. Но судьба сыграла с героиней еще одну мрачную шутку. Как оказалось, лучшая подруга Фатимы, Виктория, Мария Хосе Ильянец, заняла ее место в доме. Она замужем за Диего и воспитывает детей Фатимы. Этот удар мог оказаться роковым, но благодаря своему сильному характеру Фатима не сломлена. Она решает во что бы то ни стало вернуть любовь своих детей, найти истинного виновника преступления и вернуть свой прежний статус, вновь стать богатой и влиятельной бизнес-леди. С нуля она поднимает магазин в квартале Патронат. Филиппо Контреро, скорее всего, будет играть новую любовь Фатимы после ее освобождения. Так что, думаем, зрительницы будут довольны такой замене бледнолицого буржуа-мужа на знойного мачо. Филиппо стал очень популярен в Чили после участия в историческом сериале «Донни» в 2011-2012 годах. Филиппо играет там на Уэле, любимого раба могущественной Донни, Каталины Делос Рио Слисперкер. На венесуэльском телевидении стартовала интерактивная программа «Своеобразный телевизионный конкурс красоты». Ведущими стали три актера – Адриан Дельгадо, Луис Хероним Абрео и Кристобаль Ландер. Они общаются с конкурсантками, развлекают публику и создают веселую атмосферу в студии. Как говорится, когда с хлебом не очень, то хотя бы со зрелищами должно быть все в порядке. На другом венесуэльском канале Телевен начались съемки теленовеллы Нора Ла Эпредендора по мотивам пьесы Генрика Ипсена. Нора в главной роли – Карла Хиральда. А в остальных ролях – Сабрина Сиара, Андреас Суниго и Альберто Сини. Пьеса не из самых веселых, так что обещаем зрителям море негативных эмоций. Если, конечно, авторы сценария будут придерживаться основных сюжетных линий Ипсена. Женщина, загнанная в угол мерзким окружением и трагическими обстоятельствами. Доведенная до убийства. Вот вкратце синопсис этой пьесы. Весело, просто обхохочешься. Сценарист Мартин Хаан обещает новую новеллу, где героиней будет вдова. Он еще не знает, будет ли это молодая вдова номер два, но за вдовицу ручается главой. Может быть, Марджори де Соуса согласится принять участие в новой работе Хаана. Было бы здорово. А теперь Аргентина. Наталья Аррера сыграет национальную героиню Аргентины и Боливии в кино. Хуана Ассурди участвовала в борьбе за независимость против испанской короны. И сыграла очень значительную роль в этой борьбе. И не очень хорошая новость для фанов Нати. Она сказала, что хочет отдохнуть от новелл и сосредоточиться на кино. Может быть, не очень хорошие цифры новеллы с Ламента Вос повлияли. А может быть, бешеный ритм многомесячных съемок и разлука с ребенком изматывает. Надеемся, что Нати передумает, как только появится интересный сценарий. И последняя новость на сегодня. Карина Сампинни и Себастьян Эстебанес решили повторить успех новеллы Дульсы Амур. И вновь снимутся в главных ролях Нати Ли Фэйм. Третьим будет опять Хуан Дартес. Имени у новеллы еще нет. И съемки начнутся в октябре. Ну, то есть уже совсем скоро. Вот и все на сегодня. Подписывайтесь на наш канал, приходите к нам почаще. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok